Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Вроде как мы с вами пережили пандемию, но сезон игре, простуду, да и сам коронавирус никто не отменял Сегодня будем болеть и отпрашиваться с работы А в конце выпуска будет небольшой тест, проверим, кто из вас хорошо знает английский Поехали! Если болезнь накрыла вас на работе и надо сказать об этом начальнику, чтобы уйти домой Начните с описания того, что вам нехорошо Это будет первая часть вашего предложения Сказать это можно по-разному, например Я себя плохо чувствую, думаю, что у меня температура Фива, запоминаем, да? Обращаю ваше внимание, это другая грамматическая конструкция То есть там было Я себя неважно чувствую Это устойчивое выражение со значением того, что вам не здоровится Что-то у меня со здоровьем сегодня не то Это значит, что вы не в лучшей форме Это устойчивое выражение, которое значит быть в нормальном состоянии, быть на уровне И это не только про здоровье, это может быть про качество товара или работы Например Качество его работы в последнее время не на том уровне Чувствую себя так себе сегодня Чувствую слабость и усталость Это такое более официозное выражение Чувствую какой-то дискомфорт Чувствую себя выжатой, истощенной Вот это все Что-то меня мутит, тошнит To come down with something Это значит, что вы заболеваете Вот только-только начались симптомы Кажется, вот болезнь уже началась И дальше вы используете выражение после этого То есть вы описали, что с вами что-то не то И дальше говорите, что вам нужно пойти домой Можно чуть-чуть смягчить Вместо того, что мне нужно уйти Можно это в вопрос превратить Ничего, если я уйду пораньше Конечно, вы рассчитываете на то, что вам скажут Да, конечно, иди прямо сейчас Думаю, что будет лучше, если я пойду домой и отдохну Вы понимаете, да? Мы сначала обсудили первую половину предложения Сейчас у нас вторая Я бы хотела взять завтра больничный день Во многих компаниях есть такие дни Sick day И на них не нужен вот этот специальный больничный лист Это значит, что вы просто предупреждаете Что я останусь дома именно потому, что я заболела Давайте представим, что вы не лично об этом говорите А пишите e-mail И вам надо сделать тон своего сообщения более формальным Сейчас будет очень формально Какова красота! Очень формально К сожалению, меня настигла болезнь И я не смогу закончить сегодняшний день Если вы предупреждаете из дома о том, что не придете То мы оставляем все те же выражения про то, что вам нехорошо И добавляем часть про то, что я сегодня не приду Вот в этом контексте Я не смогу прийти на работу сегодня То есть в будущее время Во-первых Прийти на работу Я сегодня не приду, у меня есть симптом простуды Я буду работать из дома Я возьму выходной на поболеть Тот самый больничный день Это устойчивое выражение Оно означает взять отгул по болезни Тот самый больничный день Предупредить, что ты болеешь и останешься дома Мы с вами разобрали множество различных вариантов того, как можно уйти домой Или предупредить о том, что вы не придете на работу из-за болезни Теперь давайте сделаем небольшой тест Я буду говорить вам фразы и слова по-русски А ваша задача перевести их на английский Поехали! Измерять температуру Это есть такое понятие Sick leave Это значит, что вы долгое время находитесь вне работы, дома из-за болезни Больничный Сегодня несколько раз звучало это у нас Те, кто ответили, молодцы Лекарство без рецепта Это то, которое можно просто прийти и купить Без всего Это что-то, что нелегально продают Это какой-то там аспирин, ибупрофен и так далее А теперь рецепт врача Ну дальше просто Чихать Кашлять А теперь выздороветь В одно слово Выздороветь в одно слово Так, дальше едем Принять лекарство И слово лечение Например, мне назначили лечение Курс лечения Вот это все как будет И еще Давайте так У нас это называется ДМС Это страховка на работе Какая-то, да? Как она называется по-английски? Эквивалент Можно еще там Это страховка здоровья и так далее Но вот Эквивалент ДМС Я бы сказала Итак, напишите в комментариях Сколько у вас было правильных ответов Может быть у вас были какие-то другие варианты Не болейте Берегите себя И до встречи в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok